Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица. Мы продолжаем говорить о языковой моде. У Агнии Львовны Барто есть сатирическое стихотворение о старшекласснице, которая пытается наряжаться по моде. Из-за этого выглядит она нелепо и страдает ужасно. Заканчивается стихотворение моралью. Следуя за модой, себя не изуродую. То же самое можно сказать тем, кто пытается говорить не как все, становясь при этом как все. Следуя за языковой модой, необходимо понимать, что модные слова обедняют нашу речь. Сколько синонимов вытеснило слово крутой? Крутой сериал, крутой менеджер, крутой отдых. Раньше в обычной речи все эти объекты характеризовались совершенно разными словами. Интересный, успешный, комфортный. Модные слова часто ломают привычные синтаксические схемы. Например, в моменте или днями. А кроме того, часто используются в неверном значении. Например, опробировать в значении опробовать. Неверно. Правильно, одобрить. Можно даже составить рейтинг самых модных речевых ошибок. Проактивный в значении активный. А ведь на самом деле означает упреждающий, превентивный. Подскажите в значении скажите. Подскажите вашу фамилию. Неверно. На самом деле подсказать означает негромко сказать, как ответить. То есть подсказать, навести на мысль. Грамотному человеку модные слова-паразиты будут резать слух. Например, как-то так, подытоживая рассказ. Или вот это все. Опять же, как итог рассказа. Стесняюсь спросить. Выражение придает ироничное звучание вопросу. Че? Ну а че? Есть че? Если че? Мы и зашли. Че? Типа, вроде, как бы. Так сказать. Да ладно. Не стоит забывать о том, что скучно одеваться, как все. И говорить, как все, тоже скучно. Если сначала модные слова позволяют действительно выделиться, то потом они наоборот превращают говорящих в безликую массу. Помните об этом и пусть наша речь будет безупречной. До встречи.